это строит у нас здесь я не знаю что там короче разъездная будет дорога из-за этого у нас и отчекали кусок земли так и вот здесь смотрите какие цветочки какие красивые вот это вот такое наверное бегунька я даже такое не видела смотрите что творится блюдо уже конечно силовидный флопс купила фиолетовый за 200 рублей вот пройти мимо не могла потом еду думаю вспоминаю у меня думают какой фиолетовый или розовый представляете когда я сама могу срезать верхушку и его размножить сколько угодно о удобрение продает молодцы садовая земля все понятно это садовая земля там продавец есть прошлом году мне не разрешили снимать представляете нельзя снимать но знаете и сидите без рекламы вот кто-нибудь сейчас увидит естественно если видео выложу придут не все же знают правильно так не привлечу покровная роза тэйл и фэй фэй ретейл какая же на почерпокровная если вот видно что это спрейка но вот налепит налепит сами конечно не знают здесь хвост и пожалуйста такой богатый выбор но у меня все есть особенно вот эти зеленые наталья вэлтон мне подарила как раз зелененькую девочка присылала мне много-много так ну что тут такого чтобы прям перевернулась петонька вон она бедная неужели такой ветер был что посредине может коты лазит гелгазание как я петоне смотрите огромные вообще я в шоке нет у меня таких огромнейших не вырастила но изначально семена нужно правильные покупать самого-самого начала так вот это что такое клубника что ли такая розовая то ну нафиг не поверю телефоном трясу посмотрите она что так розово что цветет да нет конечно беленько ой какой выбор мать честная посмотрите люди добрые что творится и в апрелевке тоже хризантемы там дальше прям хризантемы так но я вот остановилась роза роза но я представляю сколько это роза стоит вот это вот вот которая фиолетовая фиолетовая даже не знаю что за сорт роза чайные гидридные слева махана махана это вот это желтые да да похоже на махану а это похоже на ты на кого похож на роза чайные гибридные вот это чем у меня такая роза что ли от полины козловой посмотрите на какой высокой у меня еще не цвела она таким агрызком ко мне пришла вот она второй год сидит укореняется что ли я езды решила конечно пересадить оттуда потому что она очень высокая здравствуйте девушка а вот те почему у вас приезжайте в априлевку покупайте сейчас я посмотрю а какие покажите по 150 маленькие горшочки да ой 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 гранди флора 1800 ну а как это гранди флора и все что ли меня тоже гранди флора и все что ли меня тоже гранди флора розенштадт фрайдинг костюм с первым 350 красивые мой такой хиленький какой-то тоненький весь я не знаю вот просто порадовать себя и знаете я купила за 250 вот такое же да не укрыла она мне и и здесь дохло две две я в горчухину покупала так вы знаете вот правда вспомнила про эти хризантемочки вот такие горшки горшки довольно такие я вам скажу большие вот 150 рублей всего-навсего не могу взять а вот взяла вот посмотрите большие горшки красиво очень красиво очень обалденно красиво гортензия 4500 какая красотка но я с ними больше не связываюсь очень уже много у них с ними возьми так сказать возможно возможно на обратном пути или сейчас взять но я не знаю но она вот пропадет же а пора по идет 350 костики это очень дорого 350 но вы представляете как его вырастить все мои люди сейчас придется посмотреть отключить телефон и посмотреть колокольчик татарского 400 представляете 400 а может быть это и есть которые я выращиваю нет купила лучше семенами сейчас запишу татарского еще узнаю алиски он многолетник или нет на 400 вы понимаете нет что такое 400 рублей сейчас телефон ходуном ходит конечно посмотрите ну листва такая же листва такая же как у меня просто пикировать ну ладно будем искать уже так гвоздика пинг кисис 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 350 рублей неизвестно однолетка или многолетка так ну это понятно холоцефалус холоцефалус надо же так назвать ну так бегонии 300 бонзамин новогвенейский вот он новогвенейский у меня собака стоит на балконе и не растет так а вот это кто такие интересные кино только-только начинают зацветать вот а кто это такие а вот это кто такие в кашпо алистромерия а сколько она стоит 1200 но знаете алистромерию я точно не возьму потому что нет у меня деньги есть такие даже на алистромерию но я не возьму шелковица посмотрите шелковица цены даже нет она такая толстая с ума сойти короче приливка приезжайте берите покупайте прямо от станции вон здесь стоянку что ли делали я не помню вот такое табло висит почему-то без или есть реклама я не вижу вот здесь одностороннее движение автомат или вот какая роза там а это императрица фараг быстрее всего я вижу не вижу вижу вон она вот это вот вот императрица и высокая такая значит императрица . ну что ж пойду на дачу работать хотела сказать а вот я и дома скажу по-другому вот я и на даче значит что хочу сказать про вот эти лилейники это я посадила их вот это вот им второй год им второй год я принят привезла их сюда сажала вот прям прям я не знаю по маленькой луковички такой но было здесь луковицы и даже можно посчитать 1 2 3 4 или 5 штучек их было но хорошо даже допустим их было восемь за два года то есть это вот они почти дикие как сказала занозом на есть такая светочка занозом на роза заноза вот они дворняжки но растут как сумасшедшие не знаю забрать их не забрать я имею до забрать сколько вот так вот один кустик можно забрать следующий раз когда здесь поставят забор но другой забор я имею ввиду потому что это все будет сноситься вот их посадить и они вас через два года посмотрите что творится ну естественно цветок одного дня никто их тут не удобряет никто их тут не пропалывает посмотрите трава какая выросла огромная вот но они сами по себе растут и никто их кстати не поливает бедняжек их никто еще и не поливает вот то что дождик как говорится пройдет и слава богу ну вот так вот они и растут но вроде бы и травы нет и цветов то особо нет но они цветут они очень продолжительно даже цветут они вот целыми бутонами целыми букетами цвету так что ладно пойду вовнутрь отцвела спирея серая вроде бы так она называется может быть взять несколько ям несколько вот череночков и сделать если будет время я сегодня приехала одна люда гуляет прям вовсю что хочет то и делает вот смотрите не успела пересадить если завтра приедет дядя с большой лопатой загребет все но перед этим они скажут конечно когда они будут приезжать когда они будут тут все ломать и конечно мы не будем это все пилить вот все это они сами будут сносить вот эти груши а я неудобно и сумку держу и телефон держу посмотрите груши есть никто их не обрабатывал посмотрите какая это то ли парша то ли что видите все в этой парше но груш много представляете яблони у нас в этом году не будет ни одного яблочка вот так получилось что не будет не антоновки ничего нет нужно было обрабатывать а как же ваша думает что она сама по себе растет конечно клематис как на роз я обалдею куда этот клематис ведь когда придут ломать посмотрите это осталось пару хвостиков вот мы даже не видели что она тут осталась она вместе с пионами вот с этими вот с красавчиками как-то тут она залезла а это что такое и а ветром его бедного ветром занесло ой представляете посмотрите куда ветром занесло обалдеть прям такое впечатление что да я не достану так рукой нужно две руки смотрите какие какие красивые в прошлом году он так цвел а я в этом году даже не кормила его ведь никого не поливала и никого не просила поливайте поливайте они бы сейчас были все увешаны господи надо полками и и как-то закрыть я думала что она пропала так это кирио из кирио 2 осталось вот это она еще лезет юма юла смотрите я не сейчас топтала или нет моя ж ты бедолаженка я их уже здесь не поливаю от представляете не переоделась не переобулась перчатки не взяла и пошла пальцами ковырять прям сразу пальцами пальцами вот хорошо здесь камушек лежит иначе я бы ее затоптала так ладно пойду переодеваться и переобуваться а вот и у меня радость но эту радость жрут по черному просто реально по черному посмотрите бог ты мой и какая октара тут поможет они как здоровые как крокодилы похоже на оску полосатая пузо ну ка сейчас успокоится бутон пузо полосатые я не знаю попрызгать чем-нибудь пока солнце нету жаркого я не я боюсь их в руки брать вдруг укусит еще потому что вот за шею меня как кто-то укусил дней 5 тому назад ой посмотрите поеденная посмотрите посмотрите это глуре еды да она даже на себя не похожа посмотрите ё-моё но она пытается она пытается бедняжечка я сейчас еще актарой пролью как говорится вы как хотите но я еще раз пролью актарой боже мой какая красота добыл дилайт он распускается скоро распустится самая ароматная роза ну одна из ароматных роз посмотрите твои лайта зум зум твои лайт сумеречные зоны я вот как я не получила прям сразу же выучила как ее зовут вот представляете она того стоит эта роза чтобы ее прям запомнить с первого раза вот это вот второй год она цветет у меня посмотрите вот есть же розы которые сейчас как они там называются пустые побеги которые голые пустые побеги забыла вот тут у меня тут веточку сломал ладно вот у этой розы нет таких побегов нулевых пустых вот вы представляете вот этой розе все нипочем вот как люди выбирают розы себе в свой сад чтобы не было вот нулевых побегов голых побегов нулевых пустых да что ж такое заклинило меня а да что ж такое хайде клум так сказали что это не хайде клум так вот что те только не на беде лайки забрать она сказали что это не на мне сказали но вы смотрите вот они в пару в пару есть такой вот побед нет такого побега не однако обо-это как понимать маленькая тоже маленькая маленькая красивые красивые ну вот правда хайди клум или нет но знатоки то нет вот это вот твоя лайт зон какая роза знаете вот если я буду покупать то только еще вот такие розы а зачем они нужны с этими пустыми побегами с нулевыми и никак не прохуй не приходит ко мне слова я не могу вот пожалуйста нужно какие розы покупать и купить их штук 10 пусть они себе цветут на здоровьицы так пульман порит экспресс то же самое она вся победа вся кстати трипс почему-то не добрался до нее странно очень даже так как вот смотрите горедой это вот я его вижу прям вот вот здесь вот вот камера возьмет берет камера я его через камеру вижу маленький такой длинный козел там я не знаю что вот и вот эти оске что это я отсюда я отсюда сказала я ее боюсь брать рукой где-то у мужа были такие знаете пинцеты иди отсюда он еще больше заковыривается пойду я поищу пинцет ну а что толку я и сейчас выкину его он обратно прилетит вот здесь меня были две грядки земляники ремонтантной земляники да кто-то мне писал что ремонтантная клубника и земляника тоже бывают усы может быть бывают я никогда ни с кем не спорю потому что я не селекционер я не развожу не землянику не клубнику вот вот я оставила специально вот вы представляете вот так вот каждый год что творилось с этой ремонтантной земляникой что-то нос заложен странные это все на улице тепло улюды нос заложен так один кустик и еще где-то я а вот еще здесь было бы белая и желтая земляника вот это я не знаю как красная тоже желтую надо было оставить а можно кустик один купить посадить она не дает никаких усов она только расширяется расширяется не то есть наращивает куст наращивает а вот это наша елочка купили мы которую за 1800 вот мы так не определили куда ее сажать а пусть сидит здесь может быть она пригодится в другом месте так это фальстаф фальстаф а его как всегда грызут посмотрите репсы его прошлом году сожрали они наверное здесь развелись себе вольную себе взяли вот они в этом году вот эта гадость дает очень много эта трава кстати не забываем это подорожник это лекарственная трава я в своей жизни ее очень много собрала собирали сушили детьми и получали за это денежки вот всю жизнь ребенком работала а как же а по-другому то никак так вот и надо был делать но она еще я не могу сказать что пахнет потому что бутончик не развернулся так а вот я считаю что розы нужно обрезать после того как бутон отсвел вот отсвел бутон срежьте его не надо ее всю примуты вот так вот всю ветку прям огромную срезать так ну где ты короче вот так вот моя то ли вернул снег нет ну а здесь проходит клубника вы не поверите вот мальчик здесь пропал его мне клубнику не вырвал я говорю оставь вот и что простая клубника вот смотрите видите сколько высок поэтому тихий ужас это с этой клубникой мэри роз вот дэвид остин все остинки высокие все остинки такие рослые очень сильные и вот девчонки посмотрите пожалуйста мэри розы или нет серединка у нее она почти как шиповник у меня но это роза вот это очень сильная роза скажу его сколько я смотрела мэри роз там набитый бутон это не набитый вот такой вот вот серединка видите да то есть вот такая такая какая она у меня есть deep ambition еще подходит только вот кого надо покупать вот еще раз повторюсь наверное тысячу раз буду повторять нужно выбирать сильные розы откуда узнавать но наверное у таких как я вот выкладываем свое видео да вот и прям хвастаем хвастаем прям аж через через верх у меня хлыщет восторг хлыщет у меня такое вот я не знаю как вам сказать удовлетворение что ли своими кустами посмотрите глянцевая блестящая листва что еще от нее хотеть от этой розы deep ambition посмотрите она сверкает ее отсюда видно какая у нее здоровая шикарная листва сейчас придется разводить октару я не помню сколько я взяла с собой потому что я вожу то туда то сюда то сюда то туда то забуду то потеряю где-то положила куда-нибудь и потеряла так что на два дома тяжело естественно тяжело то там забыла то всем забыла вот так вот пожалуйста аспирин почему его так восторгаются почему за ним так гоняются да вот это от полины козловой но сама по себе роза сильная понимаете гены ее очень сильные так что вот какие розы нужно сожрать и не бегать у меня сожрали у меня там плохо она вышла у нее пустые побеги и мне это слово прям не дается и все и прям даже вот иногда и так вспоминаю что за побеги язык розовода он очень сложный понимаете все сразу человеку запомнить невозможно выучить все слова выучить их значение это очень тяжело поэтому я вот так вот забываю дала ругаете меня что хотите то и делайте так смотрите а что здесь вот такой бутончик какой-то тут-то прям шикарный а этот может тоже трипсы жрали вы жрали твари мои розы или не жрали вот он сейчас от вас перехожу вот прохожу такие вот заросли посмотрите если осенью или когда я приеду буду срывать вот это все я этой травы корни возьму возьму на сушу в кофемолку говорят что это вечная жизнь но вечно жить я не собираюсь но говорят лечит все-все-все-все прям вот все буквально все так розы так какую ложу я какую-то из них вот эти маленькие да она совсем не совсем маленькая она посмотреть какая сильная я тоже срезала у себя около пятиэтажного дома сюда приехала воткнула она и пошла расти кажется вот такова и который только что показывала вот они вот что выросло в прошлом году это была просто трава вот растет она два года всего стоит она того чтобы его так выращивать я не знаю кому-то если нравится очень мне колокольчики очень нравится но навряд ли я буду в этом году на которой наступит буду снова их выращивать навряд ли но а там знаете зима покажет вот что я точно буду выращивать вот пожалуйста благородные благодарные ко всему тому виолы виолы это не виолы перезимовала зимой по снегу вылазит через неделю вау прям зацветает вот они очень быстро зацветают вот вот это я понимаю цветы их я буду выращивать всегда ну как всегда сколько смогу и вот я так вот такое прям такое вступление было очень длинные пьер-де-рансар зацветает смотрите в прошлом году было всего два бутона а тебе что петюня никто не покушал что ли они сюда не доскакали вау какая красота неужели я в этом году буду любоваться пьером дрансаром мне кажется эден роуз красивее так ну естественно я не сомневаюсь что императрица фарак зацветет я бы даже меня сомнения не берут единственное что могут и гады пожрать я не знаю вот это я не могу понимаете все таки не делить надо из-за того что они вот смотрите что творится видите она же когда вырастет она вся вот сюда вот и ляжет на землю нужно будет еще третий ярус подвязать их просто вот так вот подвязала смотреть забору это тяжести забор еще завалю чужой соседский забор так вот смотрите сколько много уже наверное будет зацветать вот они маленькие да вот их много вот в субботу наверное уже зацветут вот она вот это триумф вот эта красота а чё тебе трипс не ест а а что это такое за безобразие вот некоторые наверное цветы все-таки трипсы не едят вот она самая первая которые когда я была в субботу вот она вылезла вот еще 2 она как-то вся распустится когда вся распустится это будет полный атас представляете вот такие огромные вот такие бутонище да если хотите кому-нибудь срезал прям внизу и вот тебе целый букет да красота невероятная особенно вот там где трава я не могла это вы не в состоянии физических сил у меня таких нет чтобы что-то чтобы полностью привести вот эти все девять соток в порядок естественно нет так девочки лихнис в прошлом году он кажется по-другому у меня цвел вот он чем он и красивый он бесконечно будет цвести до самых заморозков в позапрошлом году да я помню около пятиэтажного дома снег выпал снег я сейчас лебеду вырву снег уже покрыл прям их полностью все цветы покрыл снегом думаю все лихнис соседка взяла и вырвала блин я не могу думаю все не будет цвести сейчас сошел снег он продолжал потом еще месяц наверное цвел то есть снега этот цветок не боится так вы уж извините что у меня получается такие странные видео я в это время нагибаюсь и вот чем я занимаюсь нагибаюсь и чем я занимаюсь так не купила я на рынке у женщины хризантему ту потому что она сказала что ее нужно укрывать те хризантемы которые нужно укрывать мне не нужны вот чем дело я не собираюсь ни с кем не таскаться не бегать так вот это еще неизвестно что вы представляете что такое что-то огромное многолетка или однолетка не знаю так ладно колья уж сюда пришла схожу я полностью наверное засниму а потом буду показывать только удивительные удивительные вот что видно интересно как я могла потерять вот видите вот они колокольчики такие большие такие огромные ой бабочки полетели какие красивые так там вот должны быть посажены то ли арбузы то ли дэни то ли даже кабачки воде волосы уже попёрли попёрли блин вот почему бы не кинуть он они бабочки почему бы не кинуть шланг и ходить снимать видео так но здесь меня было три хосты почему-то осталось две по какой причине я не знаю но он какие колокольчики смотрите какие а я вспомнила это зовут вербена есть вербена однолетняя есть вербена вот такая высокая многолетняя вот это есть она многолетняя но она очень высокая вот и она не нагибается или как там как словно опять слова надо искать моей памяти не найду я его так ладно тут 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 он так там расцвела агнесс шиллингер тоже мне девчонки писали это у вас не агнесс шиллингер это у вас другая роза я ее буду упорно называть агнесс шиллингер смотрите листва девчонки если есть у кого агнесс шиллингер пожалуйста напишите листва огромнейшая здоровая цветок вот такой первый год цветы лежали все на земле первый год второй год вчера вчера в прошлом году она начала поднимать вот так вот свои цветы вот вот так она распускается покажись покажись девочка покажись вот роза бесподобная это я покупала у нас на рафоминске на рынке валюши по 300 рублей почему по 300 потому что когда они уже закрываются то что ж я так трясу нужно было снять чехол с телефона когда уже закрываются они под закрытие под само закрытие рынка я прихожу туда они стоят там все голые розы ободранные в нехорошем состоянии я беру читаю как называется роза розовая или белая я раньше именно по такому принципу выбирала розы вот и покупала у нее все по 300 рублей сейчас я не знаю этой осенью почему она будет душу чтоб трясется почему она не будет покупать и продавать вот и пойду ли я к ней покупать или нет я этого тоже не знаю так вот это я забыла какая роза боже мой амур де молин это тоже говорили что не амур де молин вы бы видели какой это куст этот куст нужно сажать не вот таком вот вот таком созвездии да вот а этот куст нужно сажать отдельно отдельно от всей толпы как говорится я по-другому не умею сказать потому что все не умею до сказать говорить вот потому что много-много всяких разных высказываний много разных слов которые там патио шматио я не могу понять и у меня роботки вот роботки ё-моё у меня вот такие роботки толпа собранные я же не знала как сажать розы и что их нужно сажать конечно допустим вот такой розе нужно чтобы от нее никого вообще у нее не было это сколько сейчас полтора метра ширины куст вот смотрите это будут огромные сильные здоровенные палки на них будут вот такие огромнейшие цветы вот такие посмотрите это это вот это что это такое это красота невероятно же так что вот это вот такой красивый амур де молин скажите пожалуйста еще девчонки есть у вас такая роза амур де молин или нет так но камтаз де баре я даже не сомневаюсь что это это роза и даже думать не хочу пишите не пишите мышите не мышите черт где-то кто-то курит ужас тихий где-то тихо кто-то курит так христофор колумб я тоже не сомневаюсь что это именно это роза роза великолепная так ну навалис так же это кажется тоже про навалис писали это у вас не навалис я не могу люди такие такие прям это точно навалис 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 вот он когда зацветет я думаю что в субботу он уже зацветет я должна еще в субботу приехать сегодня у нас то ли среда то ли четверг вроде бы должна была быть среда должна была быть но какой день на самом деле не знаю смотрите вот как разросся камтез де баре да вот тоже где-то полтора метра и вот туда я посадила розу ее срочно нужно выкапывать вот такая флорибунда красавица невероятная тоже мало болеющие и вот посмотрите что творит с вами естественно они забили эту розу и я теперь зато теперь до хочется много я имею ввиду хочется много роз хочется хвастаться бесконечно вот так как цветок зацвел тот который в самом низу и которому теплее всего окажешься в прошлом году у меня почему-то болел почему-то болью почему-то он бедный болел потому что люда не обработала вовремя в этом году тоже не обработала трипса вот и получите распишитесь вот такой вот эффект когда с вами зацветет это будет вот то же самое будет вот что с компенсом добари так увеличивает точно ею мою вот вот такая вот роза которая размножается то есть черенкуется вот я срежу я прям специально это покажу я по нарежу них если когда она цветет да и буду их черенковать около дома пятиэтажного вот я покажу как она черенкуется это но это даже я даже не знаю это даже и нечего говорить и нечего хвастать я хвостая да 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 я такая хвостунья вот ее черенок видите я просто попробовала я просто провести эксперимент перевести провести вот я уже тысячу раз ее показала вот он черенок там черенок уже скоро на мамку похож будет ну-ка покажись а где ты там вот он вот череночек вот то есть корни собственные у нее очень я внимание вам много уделяю так навалис чуть не сказала навалис аква но если дождя не будет я вам покажу розу пока если не будет дождя да 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 я не оговорилась роза бесподобная бесподобная красоты невероятный бутон у я капелла он смотрите а капелла зацветает прям вот 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 не сегодня завтра бутон будет бесподобная роза если у вас нет еще этой розы купите блин я все все розы свои прям купите купить их купить так терракота от полины козловой посмотрите она у меня два года сидела не не мырчала ничего не делала и в этот год в такой сложнейший она решила вот здесь вот у меня так вот рвануть ну что ж девочка моя рви покажи на что ты способна смотрите эти розы кстати мои вот эти розы до аква нет аква нет вот эти вот свани вот это вот контес де бареи флорибунда фиарланд вот они от братьев топаловичей вот у них были их не их этикетки вот эти розы от них еще тогда ну торговали москва так на череночник мой на зачем ночник посмотреть сегодня так люда ты когда будешь поливать ты приехала поливать розы цветет перетрум сразу мгновенно пролетела в голове перетру 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 вот девчонки огромное вам спасибо за то что мне все подсказываете умнички мои но вот так тяжело мне даются вот эти вот названия очень тяжело нужно было бы родиться конечно с этой ромашкой чтобы помнить что она перетру что перетереть нужно так ту-ту-ту-ту анжела ангела и называю ангела ангела вы по-разному я не скажу что прям мне нравится что то ли анжела то ли ангела так но вот что-то черное вот здесь ну-ка вот они кажется трипс черт ну уже сколько ее уливать извините меня но мы будем уливать столько чтобы избавить трипс вообще отсюда из этой мама дорогая ты мой бедолажный бог ты мой он все-таки раскрыл свои бутоны сколько я помните бутонов посрывала посмотрите вот они вот они видно видят полностью трепс полностью и вот этот built-on сейчас я покажу и значит сейчас где бы вам показать как вам показать это не полностью он раскрытый как положено вот он полностью раскрыт как положено сейчас я покажу она не болела. Этот бутон не болел никаким трипсом. Видно? Видно. Вот такие они огромнейшие. Это Чиппендейл. Господи, я не могу. Ну вот, правильно. Как не восторгаться. Как не восхищаться. Вот такой красотой. Естественно. Смотрите, он сначала вот таким цветом. Непонятно. Он не розовый. Нет. Камера что передает? Ну, не передает камера. Вот такой его натуральный цвет. Ну, где-то приблизительно, да? Только чуть-чуть светлее. Нужно бы отрегулировать камеру, конечно. А здесь бутон тоже не болеющий. Я просто боюсь даже их трогать. Потому что видите? До сюда они почему-то не доскакали, твари. Так, а это что еще? Это как это? Это как сейчас? Травка-муравка. Вот. Бог ты мой. Бог ты мой. И вот, пожалуйста, вот эти вот. Что это? Вот посмотрите. Мух какой. Полосатый мух. Нет, ну это не те, которые были. Те были червячки. Так вот, ау! И отсюда, я боюсь вас. Вот те червячки, наверное, превратились вот в этих больших, толстых таких вот мух, которые поедают. Представляете? Вот какой. Какая у него листва. Так, я сейчас не вижу, что показывает мой телефон. Потому что солнце светит. Солнце светит и полит. Так. Ну и, конечно, вот она. В прошлом году два раза цвела. В этом году не будет, я вижу уже. Она в полную силу зацвела. Листу только я пожгала. Нет! Вы знаете, я ничего не жгла, наверное. Ну-ка я сейчас посмотрю. Вот она красная. Кто помнит, девочки, покраснение листа? Чем голодает роза эта? Вот именно вот бурение такое. Видите? Видит камера? Нет? Видит. Все. Это какое-то голодание. Я не помню. О, и ее еще придется. Сейчас придется шланг тащить именно сюда. Потому что именно сюда всегда не доходят, как говорится, ни руки, ни ноги, ни шланги не дотягиваются. Так. Это от Полины Козловой. Еще одна дабалделает. Я надеюсь, что она зацветет в этом году. В прошлом году она до такой степени хилая была. И вот, пожалуйста, Фиорланд, братья Топаловича, вам. Вот какого? Тот сидит такой шикарный, есть листва глянцевые, шикарные. Этот вымерз почти весь. 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 Вау. Какая красота. Какое великолепие. Какая грандиозная высота. Вы представляете? Вот дельфиниумы, почему я их особо никогда не любила? Я уже говорила, вывела, потому что бабушка плакала. Ну, мои дельфиниумы, куда подевались? Подевались, они вымерзли просто в тот год. Одна палка там была, осталась. Вот. Вот, кто не вредный, видите? Вот. Это безвредные, летающий пропеллер. Здоровый, толстый такой. Красота, конечно, невероятная. Все сожрали, наверное. Вот и я решила вывезти. Почему не любила? Да потому что, вот они, смотрите, сколько места занимают. Очень много, очень высокие, даже около дома. Аннабель. Аннабель тоже надо что-то с ней разбираться, потому что она с каждым годом занимает больше и больше места. Ну, естественно, Калина Бальдонеш вся облеплена кем она там черными? Мураги разводят свои огороды, как говорят. Ну, не так говорят, так и есть. Хоть говорите, хоть не говорите. Так, вот нужно сфоткать. Все, пошла я шланги тянуть, а шланги я здесь оставляла где-то. Просто дотягивать нужно досюда и бросать, и начинать работать потихоньку. Ва-ва-ва, какая красоточка, ва-в! А почему я не остановилась около этой розы? Ну, правильно, увидела Чеппиндейла и все. Это Клод Брасер. Это нереальная, резкая такая, можно так сказать, яркая, ну, не знаю, цвет до такой степени у этой розы. Невероятный. Ну, как-то не скажу, что много бутонов, нет, но вот такая роза, возможно, она вот так вот делает такой разбег, разгон. Это вот красота невероятная, правда, какая она яркая. Листва шикарная, блестит. Вот, присяду, чтобы свет на нее упал. Естественно, нужно кормить, нужно проливать, нужно ухаживать. Почему розу называют королева сада? Потому что у королевы должна быть такая свита, должно быть такой уход. Ее должны халить, лиреть, любить, ухаживать за ней, да. Вот так вот, вот маленькая ей никогда не, нет, достается ей что-то, вот дворняжка, вот эта вот, бедная она, а вы посмотрите, она в прошлом году, она, кстати, один раз цветет всего, в прошлом году она что-то такая, я думаю, буду выкидывать или соседке отдам, посмотрите, сколько бутонов на ней, не знаю, видит что-то камера или нет, потому что солнышко такое яркое, и ужас. Ну, вот она такая малюсенькая, она такая хиленькая, и только ее нужно отсюда убирать, нужно где сажать, вот где мои, те две розочки, вот туда я ей, наверное, осенью ее притащу, ну, куда ей тут с такими тягаться, вот, и с полинами, огромными, такими великолепными, такими известными, а у этой бедненькой, у нее даже имени нет, вот так вот, потому что я покупала ее, я говорю, как роза называется, роза, ребята, не русские были, вот, я их пожалела, просто взяла ее, ну, естественно, Клод Брасер, кто-то говорит, Клод Брасер, ну, кто, кто на что гораст, как говорится, от этого она не поменяет ни свой вид, ни свое великолепие, ни свою грандиозность, понимаете, она ничего не поменяет, называйте ее как хотите, так, кто-то там такой сидит, ах вы, шмяшки-букашки, жирные, вот, знаете, никогда бы не взяла руками вот этих жирных, узатых, но вот, если это мои розы страдают, прям сразу же, шмяк-шмяк, они такие жирные попадаются, присела сюда, вот Клод Брасер, где даже понюхала его, не-не-не-не, чувствую, такой аромат идет, прям нереальный, а это, представляете, такая анхела, так пахнет, прям цветет и пахнет, вот, как говорят, цветет и пахнет, вот, проливала я ее, немножко позеленела, вот это вот, вот это тоже немножко позеленело, так как она была желтой листик, такой желтый был, страшно было посмотреть, так, вот это сейчас, Барон-Жерон-де-Лен, он зацветет, но он свел у меня один раз, а на второе цветение, у него был один только цветок, один. Может быть особенности Подмосковья, может быть, я не знаю. Но мне кажется, это роза Барон Жарон Деллен. Вообще шикарнейшая роза, но она светит один раз. Мне так кажется. А там кто его знает. Среди этой красоты я уже не вижу свою самую удивительную. Это Эшульция. Как она меня удивила. Конечно, когда мы покупаем пакетик маленький с этими семенами, нам же туда так налепят. Так нафотографируют. И мы берем этот пакетик и сеем его. И это самый первый мой цветочек из мелкопыльных, которые я вырастила. Ой, ну не могу. Посмотрите. Маленькая, такая красивая. Удивительная роза. Вот они рядом сидят. Поэтому не могла не показать. Вот. И чему я не перестаю удивляться этому цветку. Вот он трепещет на ветру сейчас. Колышет его. Ему хоть бы что. Ничего его. Ни дожди его не волнуют. Ни ветра. Ничего. Как я его впервые здесь посадила. Вот я уже не помню, сколько. Три года прошло, наверное. Я ничего здесь не трогаю. Посмотрите. Вот это так бутон, что ли, выглядит его, да? Да. Это так выглядит бутон. Я в шоке. Она уже насеялась везде здесь. Ну как она была бы, наверное, еще дальше, если бы мы здесь не копали. Копаю не я, не важно. Копают у нас помощники. Здесь бархатец. И вот она каждый год сама по себе высеивается. Не кормлю, не пою. Нет, ну, если я буду сегодня поливать розы и я вспомню о ней, конечно, я ее пролью. Цветет она бесконечно. Она сама по себе. И цветет, и цветет. И вот посмотрите, на бархатец залезла. Бедняжечка, тебя там не увидят. Ты такая махонькая у меня. Ой, цветочек залез. Вот сюда его, что ли, направить, да? Вот сюда. Здесь его будет видно. Вот. А то бархатец, когда разрастется, он займет здесь все пространство. Это же такой цветок-агрессор. О-хо-хо. Это они у меня у пятиэтажки не растут. А здесь они размашутся. О-хо-хо будет. И вот смотрите, он и под розочкой взошел. И вот здесь вот взошел. А здесь воткнули, хорошо, что воткнули, чтобы не копать. И камушки выложили. Вот так вот. Ну, это понятно, что здесь что-то есть. И вот такая она эшольция. Около дома у меня сидят. Сейчас еще не цветут. Ну, там плохая земля, там сухо, там песок. Вот. Там два разных. Один розовый, один красный, что ли. Должна зацвести. И, конечно, я покажу, когда они зацветут. Посейте себе эшольцию, и вы будете потом восхищаться ней бесконечно. Где-нибудь, у кого-нибудь есть такие альпийские горки. Ну, здесь нет у меня таких альпийских горок. Смысла нет. Альпийская горка, я считаю, это бездумное расходование площади, где можно было бы насажать. Я не знаю, что. Ну, там камни, высота какая-то. Ну, может быть, да. Может, есть такие горки, которые вообще супер. Прям вау. Прям увидишь и скажешь, вау, вот это да. Но дело в том, что я думаю, что ее создавать очень тяжело, очень трудно. Горку альпийскую. Так, да, Занька. Вот. Сегодня или когда? Я не вижу. А, вот, видит телефон. Все. И посмотрите. Ту-ду-ду-ду. Она насыпалась, бедняжечка. Вот, ага, вот, вижу телефон. Она насыпалась даже за шифер. И я не против. Пусть она тут растет. Потому что здесь растет наряду с ней. И вот трава такая страшная. И вот она насыпалась, и там растет. Или она оттуда? Нет, она здесь. Она где-то здесь, короче. Вот такой удивительнейший цветочек. Э, Шульция. Удивительнейший. Так, а что это у тебя там внутри черненькое такое, а? Тебе тоже кушают маленькую мою, такую неженку. Так, ладно, пошла поливать. Дальше поливать. Какие огромные, хорошие, красивые вот эти питуньки. Ну, вот, как говорится, полкуются и все. Ладно, не о питуньках речь. Кто видел ролик с Викторией Карелиной, где она отдыхает в Турции, и при этом увидела розы больные? И там их пожирала кля и всякие гадости. Что она советует? Я прям по-быстрому записала, поэтому вот такой корявый почерк. Вот. Она Теавиджет, мучнистая роса и кля. Вот, сразу прям увидела, и там все мучнистой росе были розы. И октара под корень, паутиный клещ и трипсы. Вот, если кто увидел вот это, девчонки. Если кто не видел Викторию, подпишитесь на нее. Девочка вообще супер, прям знает очень много. Вот я взяла на всякий случай с собой топаз, батрайдер от комплекса вредителей. Ну, Максим это все знают, это вообще спасатель над спаситель. Так, вот от комплекса болезни, мне кажется, это одно и то же, да, топаз вот этот или ката. Да, это одно и то же. Вот, смотрите, ХЭ, только здесь прибавилась еще М-буква. Так, ну, я надеюсь, что у вас это все есть. И октара. Девчонки, не забываем, октара должна быть с голограммой. Вот с такой блестящей голограммкой. Вот так вот. Иначе остальное все это не октара. Так что вот, побежала Люда быстренько спасать. Ну, уже как спасать? Кто раскрылся, тот раскрылся. Кто нет, так нет. Уже сожрала их там трипсик. Тоже кушать хочет, бедолага, а мы его мочить. Вот, мало уделяя внимания, я Розе фламентанс. Вот, потому что она как бы растет, цветет как должное. Понимаете, как вот забор стоит, так и должна обязательно фламентанс цвести. Вот, не восхищаюсь почему-то. А вот бутон, посмотрите какой. Посмотрите, какой бутонище, а. Довольно-таки немаленький. Ой, где были гости прилетели, хорошие гости. Мы этим гостям рады. Кстати, е-мое, там оказывается пчелка ковырялась. Вот она, посмотрите, там сидит упорно, прям, лохматит всю эту пыльцу, прям вовсю, наверное, ест, за обе щеки лопает. Вон вылетела. А тут шмель подлетел. Посмотрел, кумушка-кума, ты что тут стол мой заняла? Обеденный. Вот они разошлись. Шмелек полетел вот эту розочку покушать, отпробовать, откушать. Вот. А пчелка все здесь, на этом столе топчется. Все на одном и том же. Наверное, цветочек очень вкусный оказался. Короче, вот такие вот, да, очень много шмельков. Вот, смотрите, какие трудяшки, работяшки. Хорошо, что не нужно брызгать сейчас ничем. Почему? Потому что, вот, посмотрите, сколько их много. Видите, прям. Ну, это пчелка или оська? Я не пойму. Сейчас скажи, мы тебе куснем, сразу поймешь, кто это. Или пчелка, или оська. А то тут нашлась прям. Знаток такой. Вот это, кажется, маленький шмелек. Или оська. Я даже не знаю. Ну, покажи свою голубочку, покажи, пузик, покажи. Короче, лазают там вовсю, едят. Очень вкусно им, наверное. А пахнет эта роза-то или нет? Интересно. Сейчас меня за нос как шмякнут. Не-а. Вы знаете, эта роза, мне кажется, может себе позволить даже и не пахнут. Ей не обязательно пахнут. Ну, посмотрите, какие бутоны. Представляете, когда это все великолепие распустится. Ого, много будет цветочков. Вот когда она зацвела, в прошлой, в прошлую субботу я приезжала, она уже была на бутонах, на вот таких прям где-то. Вот. Можно считать, что было цветение. Вот нужно запомнить, сколько она цветет. Красивейшая роза. Родоначальница всех плетистых роз. Именно от нее потом уже стали делать, производить, селекционировать, наверное, правильное слово подойдет, все остальные плетистые розы. Это я слышала такую информацию, не помню где, не помню в каком ролике. Википедию редко смотрю, потому что некогда особо смотреть в Википедии все слушать. Для этого нужно время. Вот. А слушать и готовить нужно смотреть обязательно, потому что там все так интересно показывают. И воспринимаете информацию совсем по-другому, когда видите ролик. Не только его слушаете, а когда его даже видите. Вот. Информация приходит, заполняет ваш мозг намного больше с картинкой, чем просто слушать аудио. Так, ладно, нужно переставлять водичку под другую розочку. Сегодня среда. Сегодня среда. Вот. Должны вы приехать сюда в субботу. Как вы думаете, хорошо я пролила розочки свои? Вода вон четко стоит. Это вкопана там железка, оцинковка, для того, чтобы оттуда трава не лезла. Ну, такие серьезные травы. Вот мелочь ее выдернула и все, и забыла. А вот тут осока, или осот? Нет, осот это другое. Вот это осока, которая по центру. Вот. Это пробьется откуда угодно. Вот. И я думаю, что в субботу приедем, я покажу, как тут. Как тут будет интересное кино. Сухо или сыро? Я сомневаюсь, что здесь будет сыро. Вот. Хорошо. Прям виноградик бы надо кинуть. Тоже немножко пролить. Вот. Но дело в том, что немножко это лилось, наверное, где-то с полчаса. Вот. Куда она пошла? А, к соседу сейчас уйдет. Почему? Потому что склон там. То есть туда нужно нагребать земли, чтобы водичка здесь стояла. Вот. Чтобы она здесь оставалась. А мы как бы хаотично завозили землю, поднимали ее, потому что она была вот здесь, вот здесь. Поднятая земля, вот здесь вот. Это уже тут, я не знаю, камаз, наверное, земли. И то она в низине. Клубника в низине. Клубники, конечно, не будет. Ну, какая клубника? Это вот. Ну, что это за мелочевочка? Конечно, ее нужно омолаживать, как я слышала. Вот. Ее каждый раз, каждых три года нужно где-то омолаживать. То есть новые кусты сажать, сажать, как говорят, новая кровь даже среди животных. Иначе животиночка мельчает. Куры, гуси, утки. Вот. Это я, знаете, кого смотрю? Андрей. О, господи, забыла. Ну, короче, там поросятки такие у него маленькие. Мне очень нравится смотреть. Ну, как же ихняя фамилия? Братья они еще. Александр и Андрюшка. Забыла фамилию. Я все забываю. Все это забывают, забывают. Я смотрю, молодые сейчас забывают. Ладно, я, как говорится, 60 плюс. Ой, плюс. Пока маленький плюс, господи. Даже не верится. Это мне 60? Да, ну ладно. Такого быть не может. Но оно так есть по документам. А, как раньше говорили, тело стареет, а душа остается молодой. Просто человек остается, характер такой же остается. Может быть, какие-то навыки к человеку приходят, знания. Вот. Может быть, что-то изменяется. Конечно, нет. Многое изменяется. Вкусы, взгляды. Я не знаю, что еще там меняется. Ну, многое что меняется с возраста. Вот. Душа остается молодой. Это правда. Это когда люди говорили, такие постарше, я думала, как это так? А как это так? Я бы вообще хотела, чтобы человек не старел. Вот. Телом не старел. Душой тоже не старел. Короче, старости не хочется вообще никакой. Вот. Ни душевной, ни телесной. Ну, потому что морщины, болячки. Привычки? О, привычки тоже. Нет хуже, чем привычка к чему-то. Понимаете? Привязанность, привычка. Вот привыкла к старому телевизору. Я никогда не забуду, как мне муж упрашивал. Ну, Люда, ну давай выкинем. Ну, принесу хороший телевизор, старый. А я все, нет, я японский. Мне натурально Япония. У меня реально была натуральная Япония. Я так боролась. Он говорит, ладно, ну, вот ты положи его туда, поставь куда-нибудь, а я тебе подключу новый. Подключил. Ну, сразу подарила телевизор, ну, ребятам, которые там где-то жили, ну, которые приезжие. Вот. А им прям за счастье телевизор подошел. Так что, к новым вещам в таком возрасте очень трудно привыкнуть. Очень. Привыкаешь ко всему. Еще сказал, давай шкаф поменяем. Блин, он меня уговаривал, я не знаю сколько. Так дорого было. 120 тысяч. Это было, прям, знаете, как космос для меня. Это был космос, прям целый, коснический. Ну, слава богу, это как-то быстро уговорил, потому что шкаф хороший, очень хороший, и цена, в принципе, вообще никакой роли не играет. Нет, играет, конечно, очень даже играет. О. Ну, вот, я, что я хотела сказать, что вот к новому очень я как-то отношусь ко всему новому, знаете, с недозерием. Нет, если техника на кухню, о, не-не-не, это пожалуйста, это меня все радует, все-все-все. Комбайны всевозможные, миксеры, шмиксеры все, такие разные. Блендер, ой, блендер, какая-то вещь, а как раньше люди жили без блендеров? Кофе-машина, которая сама зерна перемалывает, которая готовит, ммм, быстренько, вкусно пахнет, как вау. Очень это все вкусно, и очень удобно, как говорится. Удобство это великое дело. Кофе быстренько, раз, включил кнопочку, и кофе вам готово. Через 20 минут полетел на работу, не нужно ничего кипятить, следить за этим кофе. Так, ладно, потащу я дальше, шланг, который разговаривает, я люблю. Посмотрите, кто еще ест наши цветочки, розочки, и все остальное. Пока я не сваю ее оттуда, спереди дома, она у меня уже все руки обслюнялила. Она уже тут устроилась хорошо, ей удобно, тепло, мухи не кусают. Вот так и жить будем, как говорится. А видели больших-больших улиток, которые вот так вот на всю ладошку мне будут, которых на лицо себе сажают люди, омолаживаются, что ли, не знаю, я бы не смогла. Ну, вот эту-то могу, правильно? И ту бы смогла, я так думаю. Смотрите. Ладно, иди вот здесь живи. Вот здесь. Вот тут хорошо. Тут можно кушать все подряд. Ой, пойду посмотрю, что там у меня. Ай, водичка льется, льется. Люда уже ходить не может. Уже скоро мяу не смогу сказать. Я же, ом, ха-ха-ха-ха. Уже забыла, что и как, чего, где мне нужно делать. Ну, что ж, я хочу сказать. Это я хотела смочить, чтобы травку можно было порвать. Ну, спокойно, потому что она так-то не рвется, когда сухая земля. Ну, что я вам скажу. Сначала хорошо. Так, зато у меня петрушечка моя. Вот. Ну, и как я встану, я хотела пролить еще... А, наверное, там встану. Эти, такой, господи боже, щавель хотела пролить, чтобы он рос травкой-вонючкой. У меня там есть травка-вонючка, замоченная в большом-большом чане. Вот такой большой чан. Не знаю, где его такой взяли. Я думаю, сейчас тоже они продаются такие. Я даже где-то видела. Это чугунная штука. В ней нельзя воду оставлять на зиму, я знаю. Так, о-о-о-о, флокс белый, красивый. Это я сюда временно его посадила. Не думайте, что он у меня здесь постоянно. Не-не-не. Ну, так уже, наверное, нет, ну, не наверное, а точно, что два года временно. Вот. Два. Сейчас, наверное, третий будет. Березка уже по нему пошла льется. Березка это вот то, что льется, вот эта гадость и щерка. Так, вот этот, вот этот, так, вот это, вот это, что это? Ага, фи, физостигия, да, вот это физостигия. Вот это вот, вот это красиво, разрастается, как я не знаю, что. Так, эхиноцея. Эхиноцея, вот здесь нужно порвать, пока, ну, вот этот, перчатки где? Перчатки далеко, а люди здесь, понимаете? Вот поэтому руки каждый день отмачиваю с мылом и с лимонной кислотой. Каждый божий день. Вот. Потому что черные, как, я не знаю у кого, под ногтями, называется маникюр ногородника. маникюр обычный, необычный даже, не обычный, обычный, нет, не обычный, все, все, капец, наговариваюсь. Вот, и вот эту травку, вот эту травку тоже сюда, вот, все, вкусно будет, невероятно. Так, но здесь мы вот это вот мы не заказывали, поэтому отключаюсь и буду поливать вот эту вот часть моих розочек. Это мои, как бы, самые-самые первые розы, но самые первые это было Керио, Белая я не помню, как зовут, а вот эти уже как бы вторыми были, да, партия вторых. Красота невероятная. Как я напугалась. Посмотрите, какая, она ее не видно, вот. Чего здесь делаешь в огороде? Среди цветочков моих пугаешь меня. Я стыжая жаба. Где она камера берет ее? Не берет, она как земля и ее плохо видно. Обалдеть. Я просто сейчас заметила, какие вот эти дельфиниумы, которые я выращивала, они так густо сидят и они такие какие-то совсем другие. Серединка у них беленькая, как раз те, которые я выращивала, и у меня они не получились, представляете? А вот здесь как-то вырастило, я не понимаю вообще. Вот здесь они просто еще только начинают раскрываться. Вот. А вот эти вот, ну это другие, это которые были здесь, которые бабушка сажала, за которые она прям плакала, думала, что я их куда-то подевала. Нет, нет, нет. Вот они как были, просто они вымерзли некоторые. А вот эти я уже, понятно, досадила их. Вот. Вырастила и досадила. Просто вот здесь верхушечка сломалась. Или она должна быть? Да нет, такой она не должна быть. Вот какие они красивые, голубые, невероятные. Так, наверное, я на этом буду заканчивать или нет? Нет, еще сейчас. Посмотрим еще раз одну розочку. Мне просто нужно обойти вокруг, потому что там у меня, ух ты, какие пионы у соседей. Посмотрите, какие невероятные, и красивые. Так, как я сюда-то пришла? Ага, вот дельфиньумы. Какие они высоченные? А там, которые у той стены, у забора, они еще выше. Ух ты, какое небушка красивое. Синяя-синева. Красота невероятная. Да, еще, наверное. Вот как. Нужно переложить. Сейчас переложу. Так, ну, девочки, Twilight Zone. Я не сомневаюсь, что это она. А это, ну, она еще не распустилась. Ну, о чем говорить? Хайди Клун. Ну, как? Вот как узнаешь, она или не она. Когда она вся распустится, тогда и будем смотреть. На этом я буду заканчивать свое видео, заканчиваю работу. Уже 5 часов вечера приехала, я не помню, в 9, наверное. Вот, еще бы часика 3 поработать, все равно я все не переделаю. На этом заканчиваю. Девчонки, спасибо вам огромное за то, что общаетесь со мной. Огромнейшее спасибо за то, что пишете, за то, что даете советы мне. Ну, и за то, что вообще общаемся. Потому что для того, чтобы написать это же нужно время, огромнейшее спасибо за то, что мне самое-самое дорогое мне дарите это свое время. Всем счастья, всем здоровья, всем добра, всем нам мира, всей Земли, всей нашей планете, маленькой, красивой, голубой планете, всем мира. Принц Монако, пошел, пошел, пошел. Не могу не показать, посмотрите. Серединку показывает свою все-таки. Какая невероятная красота. Кто-то любит однотонные розы. Я тоже люблю однотонные розовые. Обалдеть, как люблю. Наверное, я люблю все цветы. Все розы. Но Принц Монако, это невероятная роза. Самое главное, лишь бы она не болела. Вот чем ценится роза. Тем, что она не болеет. Играет карты. Играет карты. Играет карты. На улице. Играет карты. Эк��� バイ. Кратко.